Субтитры сделал DimaTorzok Погнали! Вспомнил, что мне надо позвонить, но после этой пары-то ладно, позвоню. Вот, разберусь, короче, с этими всеми делами. Что-то все подвисло, ребят. Ну что, ребят. Вот, начинается движуха. Тайм против Лейзера у нас бьется. Сделал я стоп-старт. Тайм против Лейзера. Ну что, погнали, ребят. Сейчас поставим правильно текст, где пацаны у нас находятся. Чтоб было понятно. Это было два, естественно. Так, погнали. Ну что ж, Лейвезер тайм, ребята. Пацаны все в Корее живут. Сейчас и бьются друг с другом. Тайм прошел на GSL Super Tournament. Напомню, я вам проиграл и на вышину 1-3 он, правда, в первом туре. Но ТВТ, кстати, такое продемонстрировал достаточно неплохую. Ну и сейчас он бьется не с и на вышину, а с и Лейзером, польским игроком, который тоже в Корее проживает. И в данный момент тоже. Я так понимаю, потому что иначе по-американски сервер игрался. Вот. А играется корейский. Ну, для меня и Лейзер здесь фаворит. Может, я не прав. Может, тайма ТВЗ крутое, конечно, какое-нибудь. Например. Но у меня сомнения в этом есть определенные. Королева, куда ты побежал-то, балб... А, смотрите-ка. Не инъекцию первым скиллом кастуют у нас Лейзер. Он предпочитает криптумор побыстрее запилить, чтобы здесь всякие риперы не летали. Паршивенькие. И всякие гелионы не ездили. И крип побыстрее к третьей базе протянуть. Куда? Уже едет. Рипер летит. Опа! Кажется, Лейзер что-то отменил сейчас, чтобы заказать хату. Потому что резко минералы так прибавились. По-моему, он одного дрончика отменил. Да в Корее сейчас целая бригада евро игроков. Как бы СНГ кого-нибудь туда забротить было бы неплохо, но... Некого вообще. Так, минус-овер. Так, минус-овер. Раздолбай. Поставьте фейс-папу. Палмсам, короче. Хе-хе-хе-хе. Какое, говорит, у них... У кого преимущество на Корее? Они в Корее. Кхе-хе-хе. Короче. Прилетает дробщик. Шесть мариков. Минка. Плюс рипер здесь налечить. Минка сразу же выбивается. Пытается там отфокусить королеву. Одну фокуснул. Вторую фокусит. Вообще неприятный для Лейзера. Абсолютно размен на такой ранней стадии. Это вообще не нужно ему было. Сейчас терять две просто королевы. У него на 3 хаты в итоге две королевы остается. То есть по инъекциям определенное проседание будет. И вообще ничего хорошего сейчас не произошло. Зато крип достаточно далеко и Лейзер. Это замечательно. Так что здесь все честно в плане сервера. Ну честнее данного турнира и нет. Все не корейцы что участвуют в Корее. Непонятно все корейцы в Корее. Хотя нет там. Погодите. Дайте-ка гляну. А. Тру здесь и нет. Короче да. Все-все-все там. Короче здесь все на одном сервере проходит. Так что такое дело ребят. Стиму тайма доделывают. Встретится цех. Три барака работают. Инженерка где кстати. В застройки инженерка. Викинг полетал. Поубивал. Ничего не поубивал. Один овер погиб. Но это он не на викинге. Погиб он о чем другом. А здесь у версир попер. И сейчас будет и Лейзер просматривать. Все вот этого надо. К рампе подвести товарища. Конечно было бы. КСМ надо было догрызать. Мог бы успеть догрызть. Лейзер теоретически не успел. Но он видит прекрасно весь билд вообще. Здорово Арамчик. Всем здорова. Тайм и Лейзер первый матч. Не корейский. Но сегодня группа огонь. Классик бьян. Рок здесь зерк. Который просто сейчас. Никто не будет отрицать. Что приятно его игру смотреть. Абсолютно было последнее время. Здесь и Лейзер отгоняет. Тайма достаточно легко. Эволюшины заработали. Но здесь уже атака готова практически. То есть. Дроп надо как-то перехватывать. А на мэне есть чем вообще встретить. Я что-то не вижу чем на мэне встретить. Аааа. Здесь королевы стоят. Они вообще не дают пролететь. Ну кстати. Неплохо работает. Неплохо работает все. У Лейзеров ко вся оборону. 66 дронов. Здесь попытку овера сбить. Надо пробегать. Собаками овер сбит. Блин. Ну как это я хату сам ставил. И сам себе же помешал. Так. А почему? Кто вообще сказал что в Яна дисквалифицировали? Я что-то не понял. Это где инфа написано вообще? Пока я не вижу никакой инфы. Что в Яна что-то дисквалифицировали. Так. Идет движуха. Продолжает кушать. Там что-то про Бьяна писали тоже. Ну и Лейзер на изи чё как-то здесь отбился. Ребят. То есть про Бьяна инфу найти. Где он не явился вообще. Что-то в сетке то еще нет инфы никакой об этом пока что. Или там в чате писали. Ладно разберусь. Может быть Бьяна позже пары перенесли. Пятнадцать. Пятнадцать. КСМа к минусу. Элайзер великолепная. Байлинг бомба делает здесь. Тайма отбивает просто. Шестьдесят семь сорок шесть. По рабочему гидра сейчас попрет. Разводит. Элайзер очень неплохо. Ой улетает. Так. Очень жестко. Так. Проверь игнор лист и вот что-то. Ой как минка зашла. Бывает случайно просто райт клик. У меня тоже некоторые люди случайно были добавлены в райт клике. Так. Лулу пишет. Он же овермайнд МК. Идеальный тайминг приходу. Твою третью дабл дроп. 4.45 или 5. Просто Алекс говорит постоянно про тайминг. Иного 4.45. К какому готовиться? Таймингу. К Бьяну или иного? К мастер Васи. К каверсу таймингу готовиться. Тебе надо понимать. Какой иного. Какой иного. Какой бьян. Кто этот тайминг покажет вообще? Куда там? Куда там готовиться к этому таймингу? Короче ребят придет атака. Минки взрываются. Гидролинга Бейлинги кстати как-то подслились. Тайма просто резко стало больше сейчас. Он задропал просто аверса. Не, я тебе говорю про то что если тебя не смогут подготовить. К такому таймингу ты не сможешь к нему и подготовиться. А могут тебя подготовить только те кто может его продемонстрировать соответственно. Если смогут то да. Ребят сбривает все опять короче лейзер. Только что Тиранус там было лимита на дофига больше. Да, что-то я зачитался короче. Все, на чатик не отвлекаемся. Задропал тайм короче лейзеры. Аверса хер задропаешь. У него там торы стоят. Мех, прирост и вообще блять. И вообще как в туре так много наставлено. А вот у Зерга что-то нету их. Опять же какое-то контр забегание планируется или не планируется. Четыре линга. Бэйнов дроп опять будет заходить на вторую. Смещается тайм к камням сейчас. Камни пробивает. А то он типа выбить их хочет полностью. Или что он хочет сделать. Если бы у него было пару танчиков то он мог бы хотя бы отсюда. Отсюда танк до хата достает вообще на этой карте. Мне кажется чуть не достает. Он вот здесь ему как раз единички ранжа не должно не хватать. Короче залет до бэйнов идет. Опять же тайм. И в этот раз внимателен. Смотрите чертяга. Конечно блин терять сразу всю вот эту пачку ксм не хочется. Потому что это может ггнщиком быть. Но можно пролететь. А нет через такое количество мариков нельзя пролететь. Все теперь туретки будут. Тайм понял что надо так именно дефицит. У лейзера ультру выход идет и у него есть микос. А микос это. Понимаете если ты не кинул скан это может быть фиаско братан просто. Потому что вот сейчас вот в эту пачку например когда она сюда подойдет. Залетает микос. Отсюда гидролинги заходят и просто в бэйлинги. И вкатываются так что тайм может ггнчик написать. И просто идти плакать в подсовку я не знаю. Ну куда ты инфестор. Что делает лейзер. Может мне кто нибудь объяснить вообще это. Почему в тылу не работают инфесторы там. Ну и лейзера зато рубль на рубль. Как бы тысяча сто на тысячу газа. Микозик где же ты мой родной. Вот он микозик и инфестор выжил отлично. Отогнал короче тайм лейзер тайма. Ну вот инфестор зацепитесь. Смотрите юнит это криво ходит. То есть можно на самом деле увидеть что они криво ходят. Это странно как то даже да. Но тайм не видит. Три ультрала. Панцирь ультралом. Грейды два один. Один коготь. Что то лейзер грейды не делает. И ресов много осталось. Еще плюс два ультрала закал. Ну три два тоже грейдики. Не мешало бы лейзер. Что ты делаешь собак. Через биву Павел просрал практически всех. Инфесторов в тылу я что то не наблюдаю. Где они эти инфесторы. Чего они здесь ползают эти инфесторы. Нахрена закопал там и вообще их не контролят. Ну смысл вообще в этом. Гидролинга бейлинги ультра вот где они стоят. Тайм уже врыв делает ко второй базе. Лейзера двести. Надо бой принимать. Ультра вгрызается. Даже без брони. Там нормально дамажит. Но без брони кстати вольно прилетает ультре. Но лейзер запревает свою часть армии тайма. Теряет двух ультралисков. Микозы заходят. Очень неплохие. Нужно ультрала сбоку заводить. Лейзер пошел фокусит. Медиваки один ноль. Лейзер ребят в калишку просто. Здесь он все убивает. Микоз идет. Есть Микоз. Кидай Микоз и лейзер. Вот же инфесторы. Ну что ты делаешь? Блин. Это далеко от идеала. Игра конечно такая. Вот это лейзера. То есть можно было сейчас. Например. И сейчас медиваки забрать. Но он не смог забрать. Но в целом сделал все очень неплохо. Ребята. Лейзер. Я болею за него немножко. Потому что пусть лучше Евро Старкрафт будет. Посильнее. Значит и наши все будут посильнее. Хотя Тайм тоже не кореец. Китаец. Их сцен я тоже желаю. Я подъем. Потому что китайцы всегда в первом Старике сильные были. Например. Да и во втором они хорошие игры показывали. Вторая карта нам нужна. Ребята. Ждем ее. Вперед. Так. А вот. Фэмили пати у Бьяна. Тодей. А так и мне в сетке то ничего не сделали просто. Может он попозже придет как бы играть. Я не знаю. Ну походу что нет. Уже Бьян никуда не придет. Мне так кажется. Или придет. Ребят. С предыдущего дня выложены уже турниры на Godgame и в группе ВКонтакте. Так что смотрите кому интересно. Тодей. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Никак... Ладно, не будем никого оскорблять. Ладно, это я что-то разбушевался, ребят. Вторая карта. Поехали. Элейзер 1-0 ведет. Счет надо проставить, а не разговаривать там. Давайте просто посмотрим игры. Тайм против Элейзера, ребят. Вторая карта. Карта Путь на Айур у нас. Путь на Айур. 17-я хата Газпул от Элейзера. Тайм играет Газбарак в Рипера в ЦЦФу в Факторку. Вот. Нечто похоже на предыдущую карту пока что. Вот очень-очень сейчас как бы частые билды, как и Лейзер делал в прошлой игре. От зергов дотерпеть до ультры. И зерги терпят именно гидролинга бейлингами. То есть многие, кстати говоря... Но есть стиль, когда даже, блин, из трех эволюшенов грейда делают, можно дольше на этом миксе сидеть. На самом деле, микс этот, ну, самодостаточный пока у тирана. То есть если он по грейдам не сильно опережает, если там у него сверху много танков, например, нет, там, или... Или по экономике преимущества там какого-нибудь, да, там... Гидролинга бейлинги, они заходят вообще против био очень хорошо. Если крипты тащишь неплохо. Ну, никакой не имбовый микс. Ну, в определенный момент надо на ультуру переходить. Потому что 200 в 200 при равном био-лимите гидролинга бейлинги развалятся. В особенности, в особенности, если играть стиль, когда ты только милишные грейды делаешь и гидри атаку не делаешь, когда у тирана уже 2-2 грейды становятся, у зерга может быть, там, у гидролинга, например, 2 даже, если брони. А то и одна броня бывает к этому моменту. И что эта гидра делает? Она добивать, как бы, да, неплохо добивает. Как медивакам ей доступ дают, у которых нет брони. Да, она медиваке наказывает. Не дает криптумор тайм поставить, и лейзер его второй раз вынужден отменить. Но все-таки вот попер криптумор в район третьей базы. Прикольная такая битва рипера с криптумором была. И лейзера с таймом. Ну, а у тирана тем временем барак на реакторе. Дропчик будет. Марик и Минка, как и в предыдущей карте, 6 мариков и Минка. Факта на реактор садится. Сейчас гелики, видимо, будут строиться. Да, барак перелетает. И лаба под Старпорт. То есть это либо банши, либо рэйвены. Скорее всего, при этом билде банши мы увидим, наверное. Да, с инвизом причем. Ну, неплохо. Ну, и лейзер залетает, и все палит абсолютно вообще. Потому что у него скорость овером есть. И он все будет знать. Крип пошел в разные стороны. Здесь плеточка на основном управлении. Боится, видимо, хелбат пуша. А у самого лейер, то есть оверсир точно будет к невидимости. Готов уже. В этот раз дроу подбил, не потеряв даже королев, я насколько вижу, и лейзер. Ну, кстати, Минка сейчас зашла здесь. А что надо-то здесь вообще? Ну, все, три королевы линги. Нет, здесь изи все отбивается. Спорка на третий пошла. Криптумор там минусует. И лейзер не надо лезть на Минку. И часть собак он на мэне держит. Почему, кстати, он на мэне их держит? Я так зашел. Кстати, хелбат пуш здесь сейчас начинается уже. Плетку ставит и лейзер на третьей базе. Собаки что-то задержались где-то вдалеке вообще. Плетка отменяется, падает. Королев четыре штуки. Ну, а не демоджиная, кстати, одна невероятно сильная попытка выбить Минку. Минку выбил и лейзер. Неужели хелбат пуш ему вьют? Так, нелепо его. Так, королева отступает. Одна сзади, трансьюз же есть. Трансьюз, тайм, лейзер, трансьюз. Что ты делаешь? Никогда не трансьюзил. Уходит и лейзер. Бля, какие ошибки кривые, а? Потерял королеву на муве? Ну, что ты будешь делать? Просто энергия полная была. Зачем-то взял, потерял. Экономика, правда, пока вообще не пострадала у лейзера. И это очень хорошо. Заходит он внутрь. Хелбатов по частям пытается здесь распилить. Выпиливает лингами хелбат по частям. Выпиливает баншу. Хелбат пуш окончен. Еще и медивакс сбил и лейзер. Ну, это совсем печаль. Пошли и дроны. Вроде как начиналось все для тайма просто прекрасно. Но в итоге вы видите, что случилось. И здесь выход в мех идет. Почему выход в мех такой сумбурненький какой-то. У лейзера будет возможность сейчас состроить все, что ему необходимо. А для начала дроны. Это, естественно, дроны, дроны, дроны. СД сейчас будет. 49. Сейчас надо на трех базах до 70 дронов довести. Примерно количество плюс 20-очку к тому, что сейчас имеется. Может быть, четвертую сразу там лейзер будет ставить. Не знаю. Плюс 4 циклона. У тайма пошел, кстати, лимит. У тайма хороший стоит отметить. Так, 2 гелика и лейзер взорвал. Молодец, 2 уехали. Продолжается. Сейчас тиран выйдет по лимиту в плюс. То есть очень много циклона и лимита занимают гелики. То есть они быстро строятся. Возможен, кстати, и выход сейчас к лейзеру. Он 9 дронов строит. Гидра заказана. Овера сейчас ему сбреют, но соплай блока не будет. И нужно просто гидралисков сейчас добавлять лейзеру. И вообще юнитов, которые будут задерживать тирана. Потому что он вперед сейчас пойдет наверняка. 60 рабочих. Этого пока достаточно. Что и лейзера личинок как-то катастрофически не хватает. По-моему, 9 гидралов. Вот сейчас в продакшене у него. Успеют они выйти? Вот мне вопрос. Беспокоят. Потому что они еще без скорости. У них рейндж 5 еще пока, что мне 6. Нужен 6 бейлингов всего 2 штуки. Вот это тоже очень плохо. Вот как-то с бейлингами лейзер затупил. Сейчас 3-го сделает. Где он еще там вдали 3-й? 3 бейлинга. Что это такое вообще 3 бейлинга? Ни о чем ведь. 106-104. Трансформация пошла. Пошла атака. Оверсир где-то здесь. Бейлинги. Хелбатов заходят. Хелбат идет вперед. Гидра просто жесть принимает. Сзади собак пачка стоит. Неслабая, кстати говоря. Гидра лисков и лейзер законтраливают. Уходят по спорту. Новая гидра вышла. Баншу надо принять. Баншу не принял. Но отбился в целом. И вообще все в порядке у него. Но здесь 3-я цецеха уже. Здесь 3-я цецеха. И прессинг будет продолжаться, я так понимаю. Четвертую хату лейзер пока не построил. 8 дронов. Это нужно сюда. Вот, кстати говоря. На вот эту, на третью базу их привезти. Везде там циклоны пытаются шатать. Плюс 1. Сейчас у лейзер доделается. Хату четвертую странные позиции занимает. Почему-то не здесь и не снизу здесь. Геликов принял вообще на изичах. 121 и 101. Но здесь 2-1 грейды, ребят. Вот если тиран будет по грейдам, так и лейзера опережать. Я бы сказал, что будет все у него плохо. Не надо так ему делать ни в коем случае. Так, рабочие на третью. Поехали на мейне. Уже перебор как бы. Это под перспективу перевода вообще рабочих. Здесь сейчас забегание лингов будет. Божно бейлингов. И нужно завернуть, по-моему, кусочек такой неплохой. Где-то 1, плюс 1. Да даже без бейнов можно забежать. Ну парочку бейлингов вообще идеально зайдут. А у тайма... Так, у тайма 4 бандши. Ничего себе. Пошли танки. Гелики сейчас. Гелики поехали. Куда они поехали? Они просто поехали. Это как бы типа и проверка, да и так просто. Разведка боем, что называется. Хотел, очень хотел таймбейна подрезать, но не подрезал ничего. Собаки прямо на вторую забегают. Тайм приходит в лоб. Но здесь 3 танка уже... Ой, Лейзер приходит в лоб. Здесь 3 танка уже и все. Там задефлено, короче. Сканит тайм. Сейчас видит, где позиция гидролис. И Лейзер вперед не спешит идти. На мэйни. Рабочек 4 сгрыз. На второй ничего пока не сгрыз. Танчики вбой вступают. Собаки грызут. В это время на лом пошел лоб. Гидрол сплетит. И Лейзер по максимуму старается сплетануть. Танчик один падает. Второй падает. Колбаса прямо в гидролиско вгрызается. На немешко вступить. Гелики с синим пламенем. Два танчика живых там. Еще два сверху подходят. И Лейзер как-то обнаглел. Так лоб пытаться пробить. Но банши падают. Все ключевые юниты падают. Гидра заходит дальше. С КСМ-ками дерется. Танки отобьются. Собачек бы туда что-нибудь завести. И Лейзер сливается. В главную 16 он КСМ-ок минуснул. Тайму. Блин, но у Тайма 2-1 грейды. И Лейзер опасную игру играет. Я вам скажу. Рабочие рабочими. Но у Тирана есть мулы. У Тирана есть 2-1 грейды. Вторая броня пошла. Что Тайм... Ой, Лейзер делает. И что он так агрессивно ломится-то вообще вперед? Три овера дропы. Сейчас дропы Гидры на мейн пойдут. Здесь забегание лингов опять идет. СЦХа бой четвертый. Конечно же отменена. Но навряд ли экономику получится срезать там. И Лейзеровскую. А вот то, что линги по нулям, а не грейды, это вообще печаль. То есть Лейзеру грейды почему-то вообще не делают. Пятую ставят базу. Три СЦХу Тайм отменяет. Лейзер сгрыз. Надо убежать. Лингами, конечно же, назад. Сейчас тут уже три гелика вперед подойдут. Помогать здесь. Загружается дропщик. Гидролинги полетели в дроп, ребят. Здесь надо прямо по краешку, да, облететь. Может быть, там факторку получится сбрить. Или что-нибудь там получится сбрить. 16 свармхостов у Лейзера. Вот что за юнит здесь делается. Вот это юнит, который против меха имеет веский аргумент на самом деле. Так, свармхост на мейн припиливает локусов. Гиллионы жгут. И Лейзер под ударом. На мейне Локус прыгает. Один сразу же в тайм улетает. 56 рабочих минуснулось. Видит таймоверов залетающих. Смотрите, идеально, как и Лейзер. За этой хренью, за оранжом, посмотрите, пролетел. И не видит тайм ничего. В это время свармхосты приходят, которых видит Лейзер с Ксилнаги. Прекрасно видит сейчас. Начинает Лейзер дропчик на мейн. Факторки под ударом. Танчик сразу же падает. Вышедший тут, который обороняться, которым решил тайм. В это время Локус-то приходят в центр сюда. Начинается хора с Локус-тами. Хелбаты врываются прямо в гидру. Гидра, кстати говоря, с одной атакой против 2-1-то хелбатов. Я вам говорил, что грейды на самом деле здесь очень будут решать. Но дроп-то привел к своих целей достиг. Еще я четвертую сгрызаю. Это Лейзер почти готовый на лингах 0-0. 13 рабочих падает. Четвертую тайм вынужден отменить. Казалось бы, да? Это всего лишь размен. Но в этой ситуации такой размен тайму вообще нафиг не нужен. Собаки нагрызают. Вот если бы играл био тайм, у него были бы у КСМ их броня. Сейчас бы грейды были сделаны. А так как он играет мех, эти грейды инженерочные на пехоту не делаются. Рабочие с нулем брони, поэтому даже 0-0. Линги против них решают. И Гидра с двумя атаками вот с разных сторон тут заходит. И Лейзер сейчас тайма пытается зашатать. 200 на 122. Пятая хата уже. 74 дрона. Хайп там, коготь вообще. Вот еще бы Лейзер не тупил бы и делал бы грейды бы. Хотя бы с двух эволюционных. Было бы вообще прекрасно, конечно, все. Но вот он... Грейды, конечно, мне кажется, поляга с грейдами очень сильно. Гидра атакуют. Да похи, выпиливаются. Все выпиливается. Хелбат и полетелек сейчас Гидру выжгет тайм. Хлам. Куда-то и Лейзеру нагло улезет, конечно. Здесь у свармхостов новый приплод. Но Гидра таким образом позицию занимает. Все прекрасно. Это 2-0 в пользу и Лейзера. Ну, прогнозировался этот результат. Как мне кажется, Лейзер хорош. Сейчас, а у тайма не идеальный матч-ап ТВЗ. Да и дело не в матч-апе. Наверное. Короче говоря, 1-0, ребята. Лейзер. 2-0 Лейзер. Ждем следующую пару. Смотрите, а Бьяна на кого-нибудь сегодня интересно заменили? Или просто Бьяна вообще не будет сегодня? То есть, та у нас будет матч и меньше намного кайбу. И мы раньше освободимся, получается, наверное. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока вам ничего сказать по этому поводу не могу. Так, реклама вперед, ребят. Помните про Адлоки, помните про Поддержос, естественно. Подписывайтесь на премию, поддерживайте меня и мой канал. По возможности. Вот. По и по желанию, кому нравится. Данный турнир записи все выкладываю. Когда группы кончатся, выложу реппак. С групповой. Продолжение следует... Играет музыка. Так, ну ждём, кто следующий, я не знаю, кто ребят, сейчас отвлекусь на секунду пироженка, который у меня есть, и вернусь к вам потом. Играет музыка. Так, ну что, я здесь, ребят, верите ли вы, что классик сбреет и лейзеры? Я вот лично верю, но с каким счётом это произойдёт, я без понятия, если честно. А, ну это, точнее, я гоню, ребят, здесь либо 2-0, либо 1-1 может быть, то есть если классик сбривает и лейзеры, то это только 2-0 должно быть. Пироженку хрен я съел, короче, ребят, начинается. Коуч 86 переподписан 2 месяца. Коуч, ты чего? Коуч. Всё, поехали. Классик и лейзер. Старая какая-то тема, да? Да. Со 2-го числа, блядь, сегодня какое? Сегодня уже 5-е число, октября. Ё-моё. Праздник. Ой, сегодня праздник. Ну что, погнали. Лейзер пишет тайвайн сервер. День учителя сегодня? Точно, сегодня же день учителя. Так, чё-то никто не ответил, ничего и лейзеру. Так, чё-то никто не ответил. Первый катай. Ну что, пилон гейтасник в кибернетчику, классика без разведки, вообще У лейзера 17-я хата, газ пул Да и меня просто колешь с праздником поздравлял, я думал, бляк, амуха, какой еще праздник Смотри, походу да, походу да Так, ну что, ребят, второй нексус, не знаю, насколько много шансов у лейзера минуснуть сейчас оппонент своего Но я думаю, что какие-никакие есть Старгейт у классика стандарт не бил, пилон гейтасник с кибернетчиком, адептов Старгейт, стенки пока нету, сейчас только стенку будет ставить Заказ на ракову, лейзерлингами бегает сзади за адептом Иллюзией адептом, проверил просто классику, увидел третью хату, он все увидел, как бы он сразу назад пошел Больше ему здесь ничего знать не нужно, про лейзера считает классик Он уходит домой, закрывает гейт, здесь между вот этой штучкой и гейтом Такой достаточно долгий проход, поэтому Здесь можно два юнита даже друг за другом поставить, они будут полностью глочить все наглухо Спасибо за просмотр! Так, ну по чуть-чуть вжич-вжич Сделал по рабочим Сейчас у нас Классик, вообще ничего Оракулом Не убил У Лейзера стоит отметить, ребят Очень, а ЗВП всегда считался Мачапом-то коронным таким То есть он очень хорошо играл ЗВП Но все-таки это классик Это топ-3 пропс на данный момент, наверное В Корее Классик стат с Хира Кто там еще есть у нас Есть СОС, конечно, но СОС как бы На последнем GSL хоть и выстрелил Но его тиммейт Рок Выкинул его с Близкона, к сожалению На GSL Супер Турнаменте Но Рок реально Он сейчас вверг топовый самый Поэтому Приятно на него тоже будет посмотреть Прилетает Оракул, опять стазисные ловушки Пошли Лейзер, реагирует Дронов отводить Что ты делаешь? Вообще Что вот это было сейчас? Может мне кто-нибудь объяснить? 21 секунду без рабочих на мэне Еще и заново направлять все надо, да? Да, ребята, все заново надо направлять Сейчас опять прилетит в классик, ребята И опять Оракул прям в наглую ставит И Лейзер, реагируй же ты скорее Часть дронов отвел Собаками хотел успеть сгрызть Не успел сгрызть И в это время пошел стандартный подпуш Архоны плюс Плюс сделки, ребята 8 гейтов будет у классиков Все они сейчас строятся И расположение зданий Сытькой необычное На мэйне почти ничего нет Тут между мэйном и второй Старой построен Здесь бы пилонов бы не мешало Запилить Довар Еще птиштормомичков идет И еще зелков попер Довар Погодите, бейнов-то нет Но есть зато гидры Много у Лейзера достаточно Вот он бой принимает Неужели не хватает ему? Хватает, по-моему, юнитов Хотя нет Архона-то 3 Оракул-то живой Вгрызается все в гидру 1-0 классик Что ли? Похоже на то Да, варпдил Это вархон аннигилирует Вообще нафиг Сзади делы пошли ГГ Пишет просто Лейзер, ребят Как щенка Вообще-ка Ничего не сделал даже Что за дела-то такие? Я ожидал другой игры Тайвань Сервер, блядь, Лейзер Сервер, блядь Блядь, Лейзер 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, всё, я здесь Субтитры создавал DimaTorzok Так, на тайваньский пинг у меня меньше, кстати говоря Двести с чем-то против триста двадцати на корейском Рекламку? Мне рекламу часто не беру Так, а реклама кому-нибудь идёт вообще? Пацаны, да, вот не идёт Так, тайвань говорит, агенда Надо выходить-то айлэйзу рулевать Тут как-то А мне вот идёт Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну всё, ребята Элэйзер классик Вторая карта Наконец-таки Классик 1-0 пошёл Я не понял, это ж хост должен сервер ставить Чё спрашивают? Это же от хоста только зависит, остальные тут при чём вообще? Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Что-то там надо В верхнем углу вывести Что у меня в верхнем углу, в левом? Так, ну что же, пацаны Стенка с полной застройкой сразу же Пинг Alt-Ctrl-F Короче То же самое, короче Пион гейт, а с ней С кибернетчику в Старгейт Классика 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 Ну что же, а да я потом тут класть Кой он назад домой попёр Да, а сейчас два уже зайдут Секундочку, ребят Говорили, что учение будет в начале октября Да, я думал, что друг Здесь другой авиацией будут тоже Пока только лы У нас тут летают Ну что же, адептики тут у нас вернулись домой Второй Старгейт У Классика Оракулом ничего не сделал Лейзеру Лейзеру Лейр уже пошёл Лейзера Третья хата Это Оракул улетает В общем, сейчас классик на третий нектус будет выходить Плюс масса Оракулы Проход у нас вот здесь Вообще получается интересно Я думал, между вот здесь вот будет Ну, решил классик так сделать Ну, в этом плюс, на самом деле, кстати Что проход здесь Знаете, в чём плюс? Если гейт поставить сюда На крае здесь был проход Беллингами Например, если Беллинг бастить Можно было и юнит, и пилон Одновременно взрывать А так выбор Либо пилон, либо юнита взрывай Так, Оракулы улетают Здесь некуда стазис поставить Здесь некуда вообще ничего Некуда Заморочиться вообще Проаттаковать Грелка летает Пытается Овера найти Классик Хрен найти Вот сверху Там есть Овер сейчас Гидралиска В 7 лейзер уже заказ Ранний тайминг Гидры Очень ранний тайминг Гидры Прям нереально Ранний тайминг Гидры Грелка плюс 2 Оракула Плюс 4 королев Да ну без шансов Классик Ты чё Поля потерял Грелочка Здесь адепты С делком на 3 стоят Ещё 2 Оракула Строются Они на муви Вообще Какого-то влетают Пытается Пытается Классик найти Где бы здесь Подкушить ему А здесь Гидра у нас Оф Гидра попёрла Грелочка Минус Остаются Одни Оракула Ну Грелка Я не скажу Что тут Прямо Она бы зарешала В дальнейшем Против Гидры Но это очень важный Юнит был сейчас В этом миксе Классику Вообще нельзя Сейчас ничего терять Оракулов нельзя терять Накидать Ревелэйшн И просто С трёх старгейтов Раскачивать трёх С трёх старгейтов Оракулов лепить Это точно Причём лучше даже Оверчажа ему не тратить И наземных юнитов Тоже желательно Подварпить Какое-то количество Ревелэйшн Кинь-то О да Кинул Ревелэйшн Улетает Один Оракулов хлам Дэмэдженый Вообще Стоять Ни в коем случае Нельзя А ты лейзер Это Гидра Линго Пуш Абсолютно очевидный С королевами Всё пошло Вперёд сейчас Классику нужно Вот Зря он фаржу Кстати не сделал Как мне кажется Здесь с фаржой Было бы попроще Отбиваться Собаки ещё бегают Ну в смысле Фотонок бы Сейчас Набавил бы Немножечко Ни в коем случае Считаю Нельзя Классику Ни в коем случае Нельзя Классику Сейчас Что делать В размены Я хотел сказать Он идёт В размены Зачем Зачем Классик Ты это делаешь Выруби урон Они сейчас Придут Те Гидролис Все эти будут Так жёстко Напрягать Лейзер Гидролис Стазисных ловушек Вообще Не поставил Нигде Здесь без Уверсировых Это идёт Что за Блин Что за Бред Вообще Это ошибка Со стороны Классика Считаю Все Пора бросать Бой Под Уверчажем Наземные Юниты Плюс Оракулов Надо в бой Бросать Пора Пора Идти Классик Идёт Вперёд Один Оракул Чего-то Вообще В бою Не участвует Я не понимаю Почему Это происходит Гидра Атакуют Очень жёстко Просто На мулю Классик Залетел И слился А почему На мулю Он залетел Я ещё не понимаю Жбут Адепты Жбут Оракулы Гидра Падает Прирост Приходит Королевы Где-то Сзади Оракулов Вообще Не остаётся 1-1 Похоже Ребята Здесь Классику Не выдержат Похоже Что Классику Да Здесь Не выдержат Оракулов Не хватило Земли Тоже Не хватило Нужно Бой Принимать Нет Здесь Всё Падает Королева С Гидрой Вообще Выносит Это Очень Хорошая ПВО Королева С Гидрой Пробки Вперёд Пошли Ну вот Собрался Лейдер И нормально Сыграл Хотя Пока Ещё Не выиграл Но Он Очень Грамотно Фокусит Ключевых Юнитов Сейчас В бою Оракулов Это Если Классик Например Успел Чарзил Кам Сделать Какой-нибудь Там Я не знаю Или Он Сделал Свич Зилка Архонов Там Или Адептов С Глефами Добавил Кстати Против Этого Пуш Тогда Но Оракул Просто Не сдержать Смотрите Здесь Прирост Идёт И Здесь Тэг Гидры Которые Причём На 0-0 Грейда Просто Ну Просто Пуш Как бы Жёсткий Улыновый Ждём ГГ От Классика Ребят Здесь Всё Ясно ГГ Ребят 1-1 Роктайм У нас Ребят Звонок Идёт Погодите Дальше 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 Продолжение следует... 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 так отводят аймулеф чтобы они не выкачивали и никуда минералы нет прохладно чарлик ты чё там стоишь заходи не стесняйся иди сюда рипер контроль идет так ну что все ништяк ребят все ништяк полетел там вперед 2 минки дроп 2 гелика лабана под старпор делается возможно инвизная банша рок ставит третью хату пуга уже когда готовы обе хаты уже королевы у него три четвертая строятся то есть третья далеко не самая ранняя база ну и криптумары пошли сейчас соответственно на мэне так на мэне будет инъекцию рок дополнительную пилить вот он идет сюда а здесь дроп минок летит вот что здесь идет минка дропнулась один одного дрона разменял инку успеет убить да медивак отдает тайм это ошибка на самом деле с его стороны каким-то образом при таком раскладе опа здесь контур забегания собак при раскладе когда заезжает 4 гелика и 2 минки залетает а у рога дома одни королевы фактически были умудряется тайм просто убить всего лишь два рабочих так так мало я вообще не ожидал нужно транс юзить у версира иначе минус будет где транс юз прямо минус викинг при этом все здесь собак уже пачка стоит для очередного забегания ставим выдвинется вперед то они опять забегут проверяет здесь рог происходит видит прекрасно три барака видит марика дальше не залететь ну и собак то уже здесь хорошая пачка такая был бы бэйлинг nest а вот он и пошел можно было бы взломать бэйлинг бастом как бы стенку когда уйдет отсюда тайм и попытаться спушить но рабочих на второй базе ну в итоге не знаю что из этого получится био загружается гелики уехали тайм должен видеть должен видеть рог все прекрасно депохи закрыты ну не сгрызь здесь будет не сгрызь без бэйлингов к это я в этом я уверен а так бэйлинг nest отменен роуч ворон закон роуч пошли роуч пуш что ли будет да похоже что это не только роуч пуш это ну это такой интересный подпуш с роучами одновременно с забеганием собак одновременно с обороной от этого выхода получается линги вообще здесь отдались у рога кстати говорят ну здесь зато он принял все в хлам вообще весь этот выход таймовский длино с 6 7 7 55 43 по рабочему вообще как бы у зерга ну то есть у зерга все работает а у тайма что-то ничего не работает вообще у тайма пока что то есть не по плану идут дела да потери там у тирана не намного выше чем у зерга но он же пушат сам то есть он фактически убивает сар зерга не имея 3 ц цехи вот только сейчас он заказывает 3 ц цеху не имея блин ни одной инженерки в наличии вы только посмотрите а не одна есть погодите а урок где она а он уже даже плюс один сделал это я гоню инженерка есть к шестентке таймы с лейзером такой же билд играл здесь я вам наврал конечно же но вот в атаке как-то не так успешно прям все проходит роучем скорость лингом скорость роучили кстати вот такой стиль роучилинга реводжеров сейчас вообще немногие играют я вам скажу но против халбат пуша я очень против био тайминговые атаки какие то вообще могут быть пуш работает очень хорошо очень хорошо он должен работать сейчас посмотрим что здесь произойдет далее конечно но он как он работает нужен выход конечно же нужно все выхода не будет со стороны рога то все плохо здесь криптумор один в тылу остался тайм понимает наверное это благодаря одному криптумора здесь крип сохранится как бы приятного мало зато оверов на халяву там здесь срезает у рога уже инфестейшн то есть через роучилингов будет хайв просто выход в ультру в четвертую хату как бы возможно какой-то под пуш возможно просто прием агрессии тирановской а тиран кстати говоря вот дропается по всем направлениям овера сейчас вредь может но из проб контроля он может кстати улетел потому что стим не прожимал тайм здесь забегание мариков на вторую королеву с брита неплохо но роуч спускается с хг все в порядке здесь вообще в хлам принял рог все ну тайм как то ну вот здесь роучи стояли если бы сразу марик сюда полетел дропнулся мог бы несколько рабочих убить рог не контролил в какой-то момент в этом направлении подземный мув закупка роучем ребят пошла спорка очередная здесь у нас мув делается в лейере надо было в дальний хотя заказ в итоге инфестейшн есть а хайв то не заказать рогу но зато у него три инфестора сейчас будет микоз 1-1 то есть микозу можно ловить медиваки заморфить реводжеров начать фаерболить уже там все в хлам так здесь попытку оверов срезать собаки роуч со всех сторон все набегает тайм сразу же садится улетает оверсирами разведывает при этом рог видеть что у тайма здесь происходит на мэне а у тайма точки сбора кривые происходят на мэне оп просто не стоит точка сбора с факты все дома остается что за блин уровень такой что за бред не успевает там 137 178 еще восемь роучей у рога пошло дроны на четвертую поехали хайв так и не заказан где кстати инфестарня у нас вот она инфестарня но зато заползали эти пошло посмотрите во первых нет туреток во вторых депуха на мэн открытых что ты делаешь рог зачем ты это делаешь фу хорошо что не вы не в ранже и чейдинг здесь стоял на депохе благодаря чему депоху то закрыть не мог тайм о прикол нормально рог жгет кстати просто огонь на мэне роуче на 2 роуче везде просто у ксм их проблем 9 рабочих минус забегание начинается 2-1 милишные уже грейды хайв так почему-то и не заказан понятия не имею почему бейлингом по катушек нет бейлингом бы по катушек а бейлинг нес то вообще нет хайв пошел в ультру выход что ли да здесь роучи рево в джерлинге три роучи кстати сныкалось на мэне они вне ранжа скана а один в ранже правильно чалик посмотри что там летит и пазы иди тыл 76 там опять кажется рок в лоб собрался атаковать да смотри 196 166 куда он почему боится то я не понимаю забоялся рок почему-то атаковать не знаю сейчас у тайма 2-2 будет кстати у тайма не слабый боевой лимит да сюда не надо было атаковать стационарной позиции зерк я думаю отбился бы вот здесь тиран точнее вот здесь дома у зерка уже проще будет драться он пятую ставит рок хайв дочти готов то есть 2-1 грейдлики доделываюсь там коготь хотя бы сейчас будет у тайма пошел выход ниндзя инфесторы в тылу там ползают какие микозище прошли сейчас фаербулы по мариносом падают не идеально но жестко все равно но микоз просто на урак из зашел здесь роучи забегают линге забегает линге за亲 не забегают линге на рамку надо пупу упребает собаки атаку дра вещь сваривают марек ель и атаковать собачки выпиливают ту редкую надо было обPE вообще слиまず в companies потратить вынуждены бог тайн на это невкуpp она а здесь ооо либератор Where Apes Ультралис кевер, 3-2 грейды Адреналин, покатухи Бейнингов 24 штуки А что без покатух, Рок собирается Делать с этой игре, я что-то не понимаю У него и лимита 170 Только вот он ультралис кевер Здесь опять врачи заходят Тут приростом не отбиться будет Мне кажется, ну уже выход пошел Надо зайти внутрь Роуч не достает Вот, наконец-то Рок сообразил Проводит Роуч немножко вперед В это время дома встречает выход Таймовский Роучами, Реваджерами И Беллингами, Инфесторами Депохи падают 190 лимита, 3 ультрала первых заказано Они без уникального грейда Все грейды наполовину Только еще, для Адреналина даже 30 секунд осталось Бейны вообще без скорости, Рок Ты что творишь-то, е-мое, как Рок сейчас сливается Тайм идет вперед Что Рок делает-то, я не понимаю Фаерболы кастуются вообще туда и сюда 165-146 Все еще Рога больше с пулемета Он эвакуирует уже дронов с этой базы Далее получит Так, Фаерболят, один танк Один медивак забрало Фаерболами Сверху Роучий Тайм наконец-то отбил Дома еще Фаерболов Наполучал по медиваку, по всему Покатухи готовы через несколько секунд Только будет Хата падает Ультрала без брони сейчас еще пока что Попугал Рок Тайма Отступить заставил Тайм отступает Здесь 2 ультралиска сейчас Прикрой Кокон 7 хп 5 На 2 хп Кокон уживает Родись ультралиск Здоровый уродится сейчас Вон Так, здесь базу еще одну сбривает Рогу Тайм Ну тут Коготь И тут уникальная ультралом Грейт Просто ультралов уже 6 штук Рог стабилизировал Здесь ситуацию Тайм, конечно, продолжит давить Но тут Вот этому ультралу Похоже Не родиться будет Потому что Забреют танками Да Ресурсы назад Кэш вернулись Все, пошла атака Танчик выбит Снизу ультрал стоит Фаербул Ну тут что-то урок тянет Здесь же, по-моему, можно увереннее Гораздо действовать На ультрал Вот, пошел Пошел на лом С двух сторон Тайм видит все это дело Инфесторы, ультралы Реводжеры, роучи Все заходит Все здесь уничтожено Ультралиски Вмахиваем И клешней Просто минусуют Все бьет Пять лимита Осталось раскопано Ну в какой-то момент В какой-то момент Да нет Я не знаю, что ждал Рог Может быть и третью броню Но она уже там Ключевым было Грейдом Ключевыми Грейдами Были все покатухи Адреналин То есть Тайм бы развалился Если бы покатухи При выходе урога Были сразу бы И все Но их не было просто Понимаете Как бы И поэтому Пришлось потерпеть И если бы Тайм бы вперед Активней пошел Заставил бы урога Разменяться Он бы почти без потерь Убил бы всех там Беллингов И реводжеров Это был бы ГГ Возможно даже бы Потому что ультралов На приросте Словил бы Он урок правильно Не давал Уступил Словил бы Словил бы Так Ну что же Ну что Ребята 1-0 Рог Так Правильно Там Да Все правильно Боттлнет Сейчас ты будешь Эти нею писать То я тебя точно Забаню А пока Все ок Забаню Забан 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 Здорово, терабайт 3000. Улучшение командного центра завершено. Ну что, вторая карта, глубоководный риф у нас, рог синий, как и в предыдущей карте. И в этот раз решил он пул первый, сыграть, скорость уже делается. Два линга оббегают, рипер полетает, опа, понимает тайминг хат и рог прекрасно, второй. И убегает. Улетачнее рипером домой. Причем там видят все. Мазать? Не, мазать не хочу. Забей. Но здесь-то рог 2.0 на изи сейчас, чтобы удобно. Короче. Пошла CC-шка, орбиталка у тайма, ну, фактана реактор, рипер в марика, газ барак, рипер CC-шка в марика в факту, в старпорт. Стенок нет, на второй нигде нет вообще. Стенок нет, на второй нигде нет вообще. Так, раскачена у рога вторая, третья ставится, первые криптуморы, погнали уже. Плюс еще шеи дронщиков у тайма. Очень похожее что-то так. Банше инвиз, инвизная банша до 3 CC-шка лаба на вараке подбил. И три гелика имеются, и дропщик геликов пошел. Бейлинг Нест у рога, то есть он, погодите, он хотел было заказать сначала Роуч Ворон, что ли, а потом Бейлинг Нест запилил, видимо, да. Так, ну дропщик, два рабочих забрал, это мое, это немного, мягко говоря. Бейлинг Нест сейчас будет. Ай-яй-яй, посмотрите как. Сейчас очень повезло тайму. Ну, королевы раступились, потому что чуть-чуть надо было под шаг сделать, а там рог как-то не сконтролил. Третью уже добывает вовсюду тут рог. 51 на 40 по рабочим. Спорт, пошли оверсир, где оверсир? Вот он, где он, вот он. Где он был вообще? А, вот он есть, да, здесь. Есть оверсир, скорость овером уже есть, банши, поэтому легко тут были встречены рогом. Два эволюшна только-только заказываются, у тайма уже 1-1, между прочим, грейдики делаются. Третья цеха уже полетела, что-то он как-то прям тут хорошие тайминги демонстрирует. Один всего криптумор центр у рога, два по сторонам от третьей базы пошли на четвертую и вниз сюда к девяти часам. Так, коготь у рога, броня почему-то не заказалась, вот и броню в итоге заказал. Макрохатка, милишный стиль, короче, по катушке будут сейчас, в ближайшее время. 67 дронов на 54 ксм, а по лимиту близко идут. Боевого, конечно же, тайма больше. Вот выход куда-то погнал, куда выход погнал вообще. Гидродену, рога. 19 секунд до покатушек, чрезвычайно нужны, чрезвычайно важны. Они сейчас для рога, потому что здесь выход просто сверхсерьезный идет. Надо дождаться там несколько секунд, осталось еще там. А, ну рогу не надо ломиться. Вот сейчас все, покатухи готовы. Бейлинги более. Куда дроны-то еруют? Ёма, я аж испугался, что дроны сюда едут. Еще пять бейнов, четвертую отменять пытается тайм. Может быть, не надо давать ему четвертую отменить? Бейлины врываются прямо внутрь био-юнитов. Пытается сгрызть танк. Танк сгрызает, но тайм как-то сверху удачно здесь подрался, по-моему. Но вот новые бейлинги есть, бейлинги помогут отбиваться, конечно. Есть и банша, здесь хата выжила, она красная. Но ее можно защитить будет. Там 2-2 уже грейды пошли. Хорошие стеночки, био там вовсю штампуются. Но рог четвертую незамедлительно добывать начинает. Танк тут ходит криптуморы, шатает в наглую. Рог заперил три криптумора вниз, кстати говоря. К рампе можно будет потом там поставить. Здесь забегание будет с бейлингами. Да, пошли бейны, и пока нет здесь сенсор-тауэрки. Эти забегания будут вообще замечательными. И у рога 2 чейдинга еще остается. Ведь он все видит прекрасно, что здесь происходит. Но он должен заметить, когда выход пойдет, и он видит как раз, что био уходит. Посмотрите. То есть можно прямо сейчас врыв делать. Здесь в это время дроп работает, тылую. Гидры уже пачка у рога хорошая тут такая. Все, забегание пошло. Бейлинги где-то сзади. Где они эти бейлинги? Почему они сзади-то, а не первыми? Депоки взрывают. Что происходит? Так, взорваны депошки. Два бейна. Точнее один пока, что бейн в рабочих грызается. Куда он там покатился-то? Взрыв нормальный. С рабочими принимает бой рог. Отступает. Здесь четвертый ухат. Заметил в это время видеть, что выход от тайма здесь пришел к нему. Такой неплохой био. Заходит на крипе. Бейлинги просто жесть как вкатились. Гидра заходит прямо под танки. Танки выпилены, медиваки выпилены. Больше лимита рога. Здесь собаки вернулись, которые забегание делали через стенку эту на бейлингах. Кстати, они опять туда побежали с той стороны. В забегание. Как только рог отбился, сразу же забегание идет. Сразу же идет забегание. Стенки здесь правда нет. Это и куда-то тайм-выход делает. А, он решил проверить, не забегает ли рог сюда. Рог действительно забегает, но он забегает не в ту же секунду. И, кстати, здесь такая группа, что вот это био тайма мог бы рог просто сбрить сейчас, по-моему, в хлам. Заметит тайм бейнов? Нет, миллиметры просто не хватает, чтобы бейнов заметить. Они вкатываются туда-сюда. Что-то катается рог. Что он делает вообще? Не пойму. Опять что-то туда-сюда катается. Наконец-то. Погнал вперед. Тайм будет камни убивать или нет, я не знаю. Бейлинги заходят. Собаки заходят. Бейны проходят внутрь. Два в минеральной линии. Линга Бейна здесь аннигилирует. Вообще все. В рабочий взрыв просто невероятный. Здесь планетарка у нас есть. Сэцеху пытаются подгрызть рог. Тайм не поднимает Сэцеху. Орден Тарсена схлопотал здесь. Сэцеха упала. Су-шесят пять, сто пятьдесят один. И гидролинга Бейлингами здесь отбивается сейчас у нас тайм. Бейнами надо мимо танчика прокатиться, что урок и пытался сделать. Ну, кстати, дропы здесь неплохо заходят. Два-два грейды. Здесь три-три. Ну и все. У тайма две орбиталки. И планетарка. Куда пока еще можно пободаться? Но ситуация уже становится критической. Потому что урога семь и четыре дрона. И у него пятая хата уже готова. Ну, тут чисто вот реально, как бы, вроде тайм все делает неплохо. Но тут, по-моему, чисто на классе. Как урок, то есть на своем уровне игры вытягивает. Он ничего сейчас сверхъестественного не демонстрирует. Необычного какого-то. У него и заготовок всяких много есть. Он просто играет достаточно стандартно и уверенно просто побеждает. Вот если бы там сейчас ТЦ ходит, он не потерял. У него бы три-три доделалось. Экономика-то нормальная была. Можно было бы драться нормально. Но вот этой ТЦ-хе потеря, это, блин, вообще печаль была. Опять там линго-беллинги, забегания. Сенсорок вообще не ставят. На этой карте вот сюда вот сенсорку впилил. И все, здесь видно тебе вот эти забегания сразу же. Сюда сенсорку впилил, здесь все видно. Все, изи как бы. Можно еще вот сюда впилить, а еще и центр. То есть вот так вот обрезать просто. Создать. Радиолокационное поле сплошное, что называется. Так, выход идет. И вот, что себе пришел тайм-рог, блядь, как лунтик. Бой принимает. Ему хату сбривают. Вынужден линго-беллингов назад вести. Как-то криво все это происходит. Собаки вперед идут. Вайперы, гидра, все бой принимают. Беллинги снизу, линги сверху. Гидральский бой вступает. Все-таки здесь справился с выходом тайма. Но как он резко ворвался, просто на халяу хату сбрил сейчас и все. Как так у Рогова получилось сделать? Здесь, между прочим, ЦЦ восстановлено. Здесь, между прочим, 3-3 есть. Ультралис каверн готов. Нужен уникальный грейд на ультру сейчас заказывать. Но Рогу нужны юниты, чтобы подбивать таймы выхода дальнейшие. Вот он об этом беспокоится. Сейчас как раз у него строится ультра. Хотя, посмотрите, ультра-то тут, конечно. Хорошо, что заказаны 3-3 инфесторы, но пока панцирь доделывается, как бы тайм тут нет и не пробрил-то. Ну что тут? 12 часов, очень сильно хочет тайм прессовать прям. Рог решил драться. Ультралис без панциря. Зеленка по танкам. Зеленка по био. Но как же гидра с лингами, с бэйлингами выносит все. Ультралис к тайм почему-то не пытается фокусить. Хотя это ключевой был момент фокус ультралиска. Надо было ему делать это раньше. 4 секунды до панциря. 3 мародера пойманы, сбриты. Панцирь готов. И уже и 3-3 там буквально 15-17 секунд до этих грейдов остается сейчас. В центре 2 эволюшн, из которых энергию пополняет Рог. Ну и все, как бы тайма не получилось пробрить. Ультралов уже... Так, 4 сейчас будут и грейды максимальные. То есть, ну вы понимаете, что с таким раскладом уже с ультралами так просто не подерешься голым био. Тут даже кайтить, я даже не знаю, как надо дьявольски... Дьявольски хорошо, дьявольски долго. И да, ультрал может быть минусовать. Но тут-то микоз, микозом не покайтишь особо. Вообще, тирану нужно миксовать что-то. Сейчас, а именно, ну, либераторов каких-то, видимо. Не каких-то, а либераторов, да, добавлять ему надо. Забегание, ребят, на дальнюю стенку. Тайма идет, фига себе, площадь Крок выдал. Просто на 50 лимита практически, да, Крок выдал. Так, вот, СЦ Хоутайма прилетел. Во, она летит-то. СЦ Хоутайма с мейна к зергу прилетела, он дает. Рэнжовые грейдики пошли у Рога сейчас. Что-то он здесь заострял. 200, хотя лимита, пора будет биться. 6 ультралов есть, вроде как. Ринга-Бэйлингов много. Вот так вот. Так, ну два КСМ, смотрите, шатает здесь по чуть-чуть, трог. Ну вот затянулось как-то. Дал Тайму 200 построить, нахрена вот это надо было, я не знаю. Приводит ультралов, сейчас ультралов послевает еще. Да, минус ультрала, в итоге в центр тут забеганить. Ох, депошечки, опять взорвано. Стенку закрывает, Тайм на мейн. Собаки неплохо, вторую грызут. Неплохо, Либератор проб притянул. Ключи идет со всех сторон, пытается зайти. Вот в итоге проваливает все направления. Тайм его просто проблевает. Нужны вайперы, нужно выстраивать юнитов. Вот это Рога вина. Вместо того, чтобы пойти сразу после того, как отбился, сидел, что-то ждал, ждал. В итоге, посмотрите, что, блин, тут Тайм делает. Он еще выход хороший демонстрирует. Хотя Рога все больше по лимиту. У него это значительная часть лимита. Вообще до заказа сейчас. Гидра всего лишь с одной атакой. Вот новые линги, ультралиск идет вперед. Пошел за мест, но здесь настолько перестимленная био, ребят, что просто без шансов ему справиться со всей этой зерговской армадой. И все равно Тайм вынужден ГГ будет написать. 2-0 Рог, ребята. Изи. Ну такой, я бы сказал, предсказуемый расклад. Ребята. Рог классик у нас дальше. Да, пятая карта, ребят. Классик против Рога. Вот это ПВЗ крутейшая будет, конечно. Ну что же, ждем мы, когда ход будет, как они подчеркают. Даже надо переименовать все, видимо. Классик здесь. Рог здесь. Да, здесь Рог. Бьяна так и не видно. Но если Бьянова вообще не будет, то это плохо, потому что тех пор будет, конечно же, тогда и печально. Печально, что. Печально. Рога. 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 Так, пацаны, на твиче вопросы вы задавали У меня в кубровских чатиках двойных нихрена не отображалось Табличку, как поставить, это геймхард надо на... Сейчас я найду Вот здесь вот, короче Ищешь в последних комментариях, там новые самые версии Вот, идешь, короче, в папку Старкрафта Вот, и там есть интерфейсы, короче Ну, сетом, соответственно User, где Старкрафт лежит, там интерфейсики лежат Реклама 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, две минуты просят Классик Рок, ребят Очень сильная ЗВЗ будет, ждем Потом матчи с Бьяном должны И Рок и Лейзер еще ЗВЗ Ну и Рок и Лейзер ЗВЗ можно перенести Как бы вперед получается А Бьяна А Бьяна я уж не знаю, как там Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, ну что же, ребят Классик Рок, первая карта Акалит Все, нафиг не отвлекаемся Лишний раз Так, ребят, что-то Было туча дождя пролила И ушла куда-то дальше Так, да, надо ник убрать Тайма с Классиком Все, отлично Ну что же, продолжается битва Вступают самые корейцы Такие мощные ребята Короче, в дело Тайм против Рок, точнее, против Классика Рок у нас, получается, Победил Тайма Так, а кого-то еще он побеждал Нет, по-моему, никого он больше не побеждал Пока Или я гоню Не суть Сетку потом Посмотрим Давайте этот матч смотреть Бьян Написали, что у него Какая-то Домашняя движуха С семьей С семьей, короче Фэмили там Фэмили что-то, короче Посиделкой, короче Поэтому он Я так и не понял Сможет он играть Позже придет Или вообще не сможет сегодня играть Если он сегодня не сможет играть То еще, потому что Четырех матчей Мы-то лишаемся Как бы Здесь каждый С каждым систем В групповой стадии И с Бьяном Тем более Матчей не посмотреть Это будет не очень Но я надеюсь, что он придет И будет все ништяк, короче Так Оракул 2 дрона Минусует, ребят Первый И он гейгостников Кибернет Чиков Старгейт Через адепта У Классика В принципе Урогов изучено Объясните, что за игра Тут впервые Это Старкрафт 2 Малыш Но тяжело объяснить Что такое Старкрафт Киберспортивнее Не бывает Короче говоря Потому что Чтобы играть На таком уровне Надо Просто Сидеть по 8 часов В день Трениться Как корейцы И делают Ну кто-то по 8 Кто-то поменьше Кто-то больше Еще даже бывает В общем, ребята Урога Урога Коготь И Бойлинг Нест Есть Добавляется Газ Направлять Обязательно Здесь Перебором На третьей базе Совсем Рабочих 21 Из 16 Здесь 16 На хрен Там 21 Как раз 5 можно перевести Было бы Вот сюда Откуда они Да Переводятся Все Рог Распределил Но Чтобы Таких Покатушек Не было Нужно Сразу С прироста Стараться Рабочку Вывести Туда Куда Нужно Их Вывести Перевести Ну а здесь Так же Третий Нектус И 8 Гейтов Вижу 4 Псиштормячка Наваркалась На призму Это будет Харас Возможно С попыткой Атаки В лоб По плёточке Рог Строит Сейчас он Хочет Отбиться Везде Все Хорошо Гидроден Пошел 65 Дронов То есть Экономика Хорош Плётку Надо Прикрыть Собачки Набегать Королево Упадёт Сейчас Это неприятно Но Что поделаешь Собакам Очень тяжело Отбивать Архонов Конечно Это всегда Тяжело Собакам Делать Отбивать Архонов Но Доварпливается Еще два Архона Зилки И сейчас Атака В лоб Будет Ребят То есть У Рога Тяжелые Для Рога Времена Настают Потому что С голыми Лингами Отбивать Такие Прессинги Это просто Жать Да королеву Уж отведись Ты Ёмоё Блин Второй Коготь Заказан Гидра Есть Гидра Дэн Есть Но Гидры В наличии Не присутствует Пошел Еще До Варп Здесь Криптум Разбреваются Можно Попытаться Лингами Архона Минуснуть Немножечко Подгрыз Здесь Рог В лингов Есть Пачки Еще Делаются Бэйны Сейчас На Плетку Приходит Архон Одного Сразу Чуть Не минус Ну Здесь Рог Заходит Далее Сделков Взрывается Сделки Пока Живут Гидры Нет Бэйлинги Новые Есть Очень Жесткий Прессинг От Классика Идет Архоны Все Живут Да Сделков 1-0 Похоже Классик Ребят Что-то Рог Здесь Несостоятельно Как-то Сыграл Я бы Сказал Призма Все Еще Живая И Да нет Здесь Все Вг Ребят Куда Тут Зер Бурыпаться Здесь Некуда Зер Ну как-то Мне казалось Рогу Гидру Надо успеть Запилить Но он Что-то Ни хрена Не успел Запилить Что-то Что-то Продолжение следует... Ну что же... Короче, ребят, я думал, что Рок просто... Сейчас соберется и должен втащить, как это сделала лейзер. Но не факт, что так будет. Классик очень четко отыграл. И на данный момент я хотел... Это шестой, по-моему, матч у нас. Сейчас я вам скажу. Да... Нет, это четвертый матч, ребят. Дальше Бьяна пары начнет... Должны начать играть. А, Тайм Классик еще и Лейзер Рок, помимо этого. Вот так вот. Ну тогда, если Бьяна нет, значит будут отыгрывать все остальные. Без Бьяна пары, как бы, получается. Собаку Проверни вроде не дышит. Да... Да... Прям не дышит, смотри. Хе-хе-хе... Так... Ну что же, классика 1-0. Вторая карта классик против Рога у нас. Незваный гость она называется. Ну, в предыдущей карте этим гостем был, на самом деле, этот... Конечно же, классик. Он же пушить пришел. Его никто не звал к Зергу. Он пришел и своими архонами все потоптал, все уничтожил. Вторую хату заблокировали, кстати говоря, Рогу. Классик заблокировал. В итоге пункт 1-й, надо сейчас занимать вторую. Потому что вторая на третью, еще третью хатку ставить. Ну... Пока и минералов на это нет, как вы видите. Скорость с линдом заказана. И что это? Агрессия еще будет. Ролуч ворон у Рога. Сверх агрессивный билд какой-то, ребят. Классик пытается камни за... пробить сейчас... Пробкой. Ну и непонятно, в Старгейт он или во что играет. Да, в Старгейт играет. Все нормально. Пробочку отгоняет собачками Рог. Забегает двумя на мейн. Еще двумя. А здесь же на второй остается пробочку. Грэйс. Но сейчас адеп выйдет и объяснит, что не надо так делать. Собак надо уводить. Что Рога делает сейчас. На мэне лингами напрягает. То есть это... Желание максимально Время затянуть сейчас. Максимально... Лингами. На второй базе один линг остался. Пилон напрягает все еще. Здесь Рог, конечно же, уйдет. Классик даже телепортироваться не стал. А почему? Здесь второй адепт есть. А там Семероучий заказано, между прочим. Зилка... Зилка отменил в итоге у нас, как вы видите. Опа! Грелка у классика пошла. Он что-то почуял, ребят, по-моему. Да, это печаль дорога, ребят. Полная печаль вообще. То, что сейчас происходит. Так, вот улэн, для ЭФЗ за кого-то, кстати замазал. Улэн идёт. Но сейчас Грелка вылет. Блин, а как классик понял-то вообще, что происходит, ребят? Я без понятия, как он понял, это ГГ. Ого, ребят, это 2,0 классика. Какая, бля, полная печаль вообще. Просто унижен этот улэн саный, как бы, и заходит Рог. Пытается сбрить пион, это бред. что он делает сейчас. Собаки, конечно, дотекают. Куроки пока живут. Стрелочка живет тоже. Фаербол падает. Один-единственный роу здесь присутствует. Собаки вперед проходят. 30-17. В общем, ГГ. Конченый. Просто конченый. Что это было, я не понял, если честно. Сейчас увидим, кто дальше. Я пока не знаю, кто там дальше будет, если честно. Как так вообще Рога получилось сыграть, я ХЗ, если честно. Даже Лейзер собрался и у Классика взял карту. Но здесь Классик просто угадал то, что будет делать Рог. Просто Классик вслепую законтрил это. То есть по каким-то факторам, только ему известному, он понял, что это пуш. В общем. Рога скрыта. Продолжение следует... Продолжение следует... Все думали, что Рок раскатает ноль, а нет. Классик тайм, похоже, сейчас будет. Да, так оно и есть. Вопрос, сможет ли тайм взять у классика карту. Открытым остается. Я не знаю, честно, сможет или нет. Давайте посмотрим. Мне кажется, что навряд ли сможет. Продолжение следует... Все, ребят, погнали. Классик тайм у нас карта сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята, тайм классик у нас. Ставим тайм, а никнейм и поехали. Карта первая у нас Одиссея получается. Продолжение следует... Так, здесь 17-я... Так, погодите-ка, здесь ЦЦ, хоть через Рипера, ребят. Газ, барак, Рипера в ЦЦшечку факту. Здесь пилон, гейгер, снег, кибернетщик, Одиссея у нас первая карта. Я об этом уже говорил, ребятки. Классик. А красный на 5 часах на 5 часах, на 11 часах, на 11 часах синий тайм. И классик в Роксе Старгейт собирается делать, посмотрите. Вот он уже заказан. Рипер прилетел, тайм даже не рискует на мейн заходить. Вот адепт спускается, видит тайм адепта, улетает вообще. Так, иллюзию там классик на мейн закидывает. Сейчас здесь второй адепт выйдет, кстати говоря, и уже встанет. Он там точно будет всё прикрывать нормально. А здесь, в теории, лишь торги достраиваются. Минки, да, у тайма будут, но где они дома вкопаны, или он полетит вперёд ими. Вот в чём вопрос заключается. Первая минка копается прямо рядом со второй базой, с рампой. Имеет ли смысл залетать на мейн у Тараку? У меня вот в таком раскладе я смотрю, как бы, и думаю. То есть, имеет ли смысл пролетать через эту базу? Привет, Сергей Керн. Очень простой вопрос, кто вы, Игорь Близкон. Если бы как бы у меня был на него ответ, то съел бы... На веб-регуб съел бы сочник, как говорится. Вот, но... Я хз, короче. Может, и рок могут и все здесь. Нет у минки обманщик, покрикалите. Обману, у минки нет. И подействовал этот обман. А сейчас... Таймовский. Адепты идут вперед. Здесь мазеркор, медивак, залетают все эти. Оверчаж классику нужен. Оверчаж не ставят. Будет там минки выставлять. Три адепта на мэне. Тайм прилетает. И чего. Мертвый классик. Просто мертвец. Отвечаю полный. Взял просто. Просрал. Короче... Просрал. Момент. И... Ну, минки в итоге. Дал минки закопать. Спокойно. Минус минка, ребят. Ну, оверчаж вынужден был классик потратить сейчас. А у тайма выход, между прочим, идет. Викинг плюс циклон плюс мариков. А, два циклона и девять мариков. Одиннадцать даже мариков, я извиняюсь. Ну, а адепты плюс... Что происходит-то? Минки-то больше нет. Пипец, классик балбэ. Классик полный балбэ. Почему? Потому что он не видел, как минку тайм забрал и увез. И там ничего, что дома не было. Он не понимал. Ну, здесь изи классик отбивается, ребят. Убивает био. Убивает викинга. У тайма дома вообще ничего нет. Он вынужден бункер ставить. Здесь можно спокойнейшим образом сделать выход просто и пробивать уже в лоб стараться. А ведь гейтов три штуки... А, гейт один отключен вообще. Ну, такая не слабая группа у классика собралась. Ну, здесь есть бункер, ребят. А бункер не пробить. Потому что нет иммортала, например, которые нормальный дэмэдж вносят против... Против зданий тех же. Ну, а если сейчас классик крит массу скопит, например, три оракула, плюс вот это всё дело зайдёт. Если он бункер пробьёт, сразу же гг тирану на самом деле. Я так думаю, что да. Здесь и будет. Гг, скорее всего. Да, починки нет рядом. Такой фейл вообще просто. Ну, вот в этой ситуации, если б тайм понимал, что происходит, он бы должен был, по идее, второй бункер бы впилить. Но он не выводил юнита вперёд. Он ничего не понимал. И в итоге, вы видите, 2-0. Даже после тупёжа классика. То есть, если б он тот ревелейшн не кинул оракулом, то тогда, возможно, бы залетел. Так, захожу в игру. 2-0 сразу? Нет, 2-0 не сразу. Пока 1-0. Продолжение следует... В облачность пошёл прям. Так, сетка его в кану... Есть, везде есть сетка, где можно посмотреть, короче. Ну, что, ребята. Классик решил сыграть в 2 газа с мейна. Очень интересно. Твои зонды остались без прикрытия. Так. Здесь тоже с мейна какой-то чизок идёт. А, через рипера, чизарискис. Чизарискис-агрончикс. Так. Фёдор спрашивает. Завтра я на кап. Гопун номер 72 в 3 часа ночи. Будешь стримить? Бля, завтра, короче, на лепёхе, братан мой. Просто коктейль земля-воздух делает. Одна треть водки, одна треть пива, одна треть конопляного отвара. Приедешь в 3 ночи к нам. Сюда. Такой же примерно вопрос. Когда я стримил-то его вообще, тем более в 3 ночи? Конечно же нет. Ну что же. Я бы сказал, что не очень-то чиз здесь зашёл. Феникса классик делает. Оракулом хочет проверить, нет ли здесь прокси, и сейчас найдёт вообще. Куда ехать? И что это за проверка такая? Короче, я не нашёл. Старгейт в итоге классик. Нифига. Проверяет, но здесь в итоге не проверяет. А вот назад летит здесь же. Куда ехать? Псков-лепёхо. Спросить у синих пацанов Серёга-короля. Если что... Если что... Как это происходит? Если что, кабину всем, короче, поломает, скажи. На лепёхе. Лепешинского, короче, улица. Так... Очень долго чё-то тут классик летает, летает. Оракула не уводит. А когда уведёт, короче, прилетит банша. Это такой фейл будет. Сталкера, адепт, вперёд пошли. Размен, что ли, будет? Похоже на то. Фениксы строятся. Если б классика бы отбивался сейчас, он бы был как царь бы просто. Банша прилетает, разворачиваются фениксы. Десять циклона, два приехало. Классик. Акера поддержал ваш канал на 500 рублей, сообщает. Маленький поддержён. Спасибо, Акерыч. Ревелэйшн на две зашёл. Какой фейл их сейчас со стороны тела? Тиранабл, Ревелэйшн на две. Сразу банши зашёл. Вот только посмотрите. Надо пробревать циклона. В это время классик приходит с талкерами, адептами. Заходит в рамку. Здесь танчик строится. Танчик уходит. Танчик в Сидже надо отойти. На второй выпиливать рабочих. Классик реагирует вовремя. Уходит выпиливать. Пока рабочих у тайма даже больше. Но скоро их станет меньше, я думаю, чем у классика. Потому что 22-24 уже по-боевому абсолютное просто превосходство. Вот банши же были инвизны. И всё равно всеми улетел сейчас вперёд. А, он хочет пробить танк. Он хочет в рампу зайти. Походу классический сейчас. А почему бы и нет? Здесь Мариков в код наплакал. Несколько штучек. Пробивает танк. Входит в Мариков сейчас. Просто как нож в масло. Оракулом. И другими юнитами начинает рампу пробивать. Короче, это ГГ, ребят. Это 2-0 в пользу классика. И банша это уже, к сожалению, для тайма ничего не может изменить, ребят. Это факт. Потому что здесь всё будет без потерь. Практически по земле выбито. И сталк, правда, падает один. Но тут ничего не поделаешь. 17-57 по лимит. Сейчас Орак... Такой Оракул-то? Феникс нужен, ё-моё. Оракулы, вер. Ну и чё, пришёл Оракул. Что дальше-то что? Здесь Феникс нужен. Что ты делаешь, классик? Какой тупёшь, блин, жёсткий. Тайм почему-то не сдаётся. Ну, потому что у клая тайма есть 2 бансюн. Он ничего не думает. Он просто ими контролит пока. На самом деле, ему уже тоже очевидно, что это абсолютно точное поражение здесь. Спасибо ещё раз, Оракул, за подержёстство. Это что, точное поражение. Как бы здесь ничего не сделать будет. Вот у нас и Фениксы вернулись. ГГ. Там пишет классик 2-0, ребят. Как-то изи было. Изи. Просто. Ну что, урок и лейзер у нас. Осталось. Тайм 0,6. Тайм 0,6. Инвадир, подчёркивание, язычек поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает королю от братвы. Ничего себе. Спасибо, НВД. Какая честь, блядь, на муха. Король чего, блядь. Спасибо, спасибо. Приятно, но громкие слова какие-то. Максимально царь. Ладно, шучу. Не царь, не король. А просто свой парень. Приезжайте все, короче, на лепёху. Будем тусоваться. Поехали. Поставил ли я? Поставил на этот, на 2,0 сейчас классика. 3 бакса. И поднял аж целых. Или нет, погоди, сколько я вас стоял-то? А, поставил я 2 и поднял 3,37. То есть 1,37 я поднял вкус. Ничего себе. Ну что, рок против эвейзера у нас. Блин, сообщение надо копировать. Эвейзер. Блин, сообщение надо копировать. Опять. Да. Я не力ую. Да. Это ты. Так, неправильно начали. Элейзер же против классика будет у нас. А зачем Элейзер у нас против классика будет? А, ну сейчас Элейзер рок. Всё, да, Бьяну уже техническое дали поражение, ребят, к сожалению. Вот, можете посмотреть. Здорово, Валерий Ускроу, за лево всем за поддержку. Бьяна, домашняя движуха. Вот, могу сказать. Так, Эппензиан, фэмили пати у него. Домашняя вечеринка, может день рождения кому-то. Короче, Бьян не смог, уважительная причина у него. На самом деле, я понимаю, что для него это уважительно. Хотя, не особо она уважительно выглядит. Почему? Потому что, ну, когда ты про геймер, у тебя время там, чтобы семьёй время провести, вообще нет практически никогда. И я понимаю, что Бьян, ну, просто не смог здесь поучаствовать. А жаль, мы по 4 пары у нас не будут, во-первых. 4 карты у нас не будет сыграно. Во-вторых, мы Бьяна не увидим. И тиранов у нас в плывах маловато будет так-то. Кав castах. Да. Вот так. Я знаю. Продолжение следует... 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 Тогда я за Элэйзера Ну его же жирок 0.2 Отлететь от Элэйзера И от классика сегодня Как так-то То, кому мы пророчим Чуть ли не близко на победу Так отыгрывают Непорядок, ребята Пилю рекламу, ребят Поэтому просьба от блоки отключать Помните, за то, что всем громадо Спасибо за это Ну и подписывайтесь на премиум Естественно, на мой канал Поддерживайте По реквизитописанию Или через плеер, чтобы мужик говорил Слова всякие разные, которые вы пишете А у нас следующая карта сейчас Кстати, у меня не переименован стрим Я только сейчас заметил Я извиняюсь, сейчас Надо все переименовать Спасибо за просмотр! 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 Вторая карта. Чё-то я, блин, затупорезил, пацаны. Ну, давайте посмотрим всё-таки ЗВЗ. Возможно, последняя карта, возможно, нет. Чё бывает, ребят? Смотрел я сетку, пока смотрел там по датам, по турнирам. Почему? Мне просто нужно тут... Планируем мы по первому Старграфту турики выкатывать. А меня зовут люди... Пока, правда, ничего не понятно, но меня зовут на 22-ое числа, получается, 22-ое или позже в Москву, и там Сливко Верди должен играть, типа Веско-финал. Вот, чтоб покомментил я. Я пока там, конечно, ничего абсолютно не знаю. Вот. 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 Так, что я смотрел, если там какие-нибудь турниры в это время, и чё-то тут упорезил. В итоге, ребята, Элайзер против Рогу у нас. Вторая карта, почему-то звука нет. Элайзер ведёт 1-0 уже, что самое интересное. Ничего страшного, ребята, в общем... Если сейчас Элайзер победит 1-0, ещё раз одну карту возьмёт, то у нас будет матч против Классика. И Рог решил здесь не тянуть, и ребята, решил Элайзера пушнуть сейчас. Он очень сильно лингами со скоростью. А, нет, это Беллинг Бас полноценный оказывается. Ничего себе, я думал, это просто линги со скоростью. А, оказалось, что это аж целый полноценный Беллинг Бас. Беллинг до рабочих не зашёл, но собаки тут нагрызать пытаются. Правда, по-моему, пока Рог вообще ничего Элайзеру не убил. Если так дело продолжится, так у Рога всё ништяк будет тогда вообще. Вы Элайзера простите. Третью надо отменять. Третью, то что отменил, плохо, конечно. Так бы лучше значительно было. Рог уже рабочих там намасил Элайзера, перемасил. Теперь у Элайзера больше немножко собак, чем у Рога. Он идёт вперёд, странно, ничего не получилось принять, что ему. Ну, здесь Бэйна есть вообще как бы. Нет. От Элайзера много Беллингов заходить собирается. Ну, там королевы, во-первых. Во-вторых, контур рыв Беллингов Роговских идёт сейчас вперёд. До одного Линга на Беллингов. Всё, Элайзер просрал. От Рога, контур забегания. Четыре дрона Элайзера уничтожен. 47-40. Опять Элайзер вперёд попёр. Курок, простите. Опять третью хату собирается отменить. Ну, Элайзера 20 Лингов заказано, думаю, должен выдержать. То есть какие-то качели полные здесь. Ну, это не то, что Ляя или Элайзер. Это крючал, что вы получаете Беллингов, а то они просто дают индивидуал лингов. Но, как вы говорите, они переходят на Роговских идёт. По этой игре, 10 лингов за годом. Для этого Кои и Зерг. И это вообще огромное оборудование в ДВД. Особенно в этой стадии. Да, но он еще 30% лингов. Это абсолютно огромное. Так, но если Лейзер, ребят, проиграет, я вам уже говорил, то там мы не увидим Лейзера против классика. А здесь самый настоящий пуш начинается с стороны Лейзера, но Рог тоже Роу очень настроил, очень много он настроил. У него столько же лимита боевого, это значит, что все плохо. Здесь Бейлинг личинок взорвал всех. Теперь уже у Рога больше боевого лимита. Все, пошла атака, Лейзер. Ё-моё, Лейзер растянул всю армию, Линги вообще отдали сейчас на муве. Рога отстроился, сейчас сплетанет немножечко юнитов и пробреет, в общем-то. 1-1 и, похоже, да, ребят, у нас не будет переигровок никаких. Да, классик и Лейзер Рог так распределились у нас места, тайма выбили. Ну, а других игроков здесь просто не участвовали. Не участвовало здесь. Вот такие вот дела. Бьян, к сожалению, сегодня не пришел, ребят. К сожалению, сегодня Бьян не пришел. Поэтому мы не увидим 4 великолепных игры. Это Бьян Элэйзер, Бьян Тайм, Бьян Классик и Бьян Рог, ребята. Вот. Здесь у нас все ясно, короче. Бьян все отказался. Сейчас он последнее место занял. 0-6 отлетел тайм от всех. Элэйзер 4-2, Рог 3-3 у нас. 3-1 Классик. Вот. Дарк и навыщенный Классик. Три разных расовых. Вот четвертьфинал уже точно. И пока всего один тиран. И завтра будет еще одного тирана шанс. У Гумиха, ребятки. У Мишани Гумича. Но! У него тут монстры просто. Зест, который с тиранами крутейший в последнее время играет. Хиро. Рут Хиро. Су и Асону просто будут биться. Это будет завтра. 14-0-0. Короче, ребят. Все. На сегодня пока прощаемся вечером. Может, что-нибудь постремлю. Еще не знаю. Все. Сейчас пока на YouTube выложу все. Ну и завтра точно будет. Вы поняли, что в 14-0-0. Как бы продолжение. Мастер Колизея. Не пропустите. Приходите. Всем за поддержку. Громадное спасибо. Еще раз. Извините, что в последнюю игру не попал. Я уже какие-то организационные моменты у меня в голове были. Смотрел, как там у нас пары распределились. Не пары распределились, а какие по датам там турниры будут. И т.д. Все, ребят. Всем пока. На некоторое время. Может, до завтра. Может, до вечера. Смотрим.